Просторы Сибири безграничны. Мы, обыватели, безграничными считаем расстояние, геологи – запасы полезных ископаемых. Исследователи аномальных явлений считают, что в Сибири могут происходить самые необъяснимые события, и это вполне нормально. Такой это особый регион. В тот год я был проводником в одной группе туристов, и мы случайно набрели на заброшенную в глухих таежных дебрях деревню. Поселение было небольшое, всего в несколько улиц. Постройки были почти все разрушены, а подворья полностью заросли густым кустарником. В моем бытности такая находка попалась впервые. Позже я еще раз посетил эту заброшенную деревушку с одной исследовательской группой. В состав группы входили экстрасенсы и уфологи из разных городов. Всего собралось человек девять. Руководителем команды был москвич Иван Буйнов. Он прочитал про наш поселок в какой-то архивной газете и собрал коллектив, чтобы изучить заброшенную деревню и попытаться понять, что там произошло. Два дня пути к месту исследований мы преодолели легко. А вот когда стали подходить к границе поселка, все вдруг стали какими-то нервными. Начали ругаться из-за пустяков, спотыкаться на ровном месте и срывать злобу друг на друге. Необыснимые события не заставили себя долго ждать. В первую же ночь уфолог из Нижнего Новгорода Игорь Бердник, никого не предупредив, вдруг исчез из лагеря. Утром все дружно пошли его искать. Я всех предупредил, чтобы далеко не расходились, а держались рядом, иначе мне искать придется их всех. В итоге я все-таки нашел уфолога в трех километрах от места нашего лагеря, сидящим на дереве и зовущим на помощь. Он рассказал, что увидел в чаще медведя и спасался от косолапого. Когда мы вернулись с ним в лагерь, он не мог внятно объяснить свой поступок. Говорил, что просто ничего не помнит. Вечером, сидя у костра, экстрасенс из Краснодара Зоя Вербицкая увидела в пламени костра людей, уходящих из деревни. Как будто все жители собрались и идут куда-то прочь. При этом другие исследователи про нормальных явлений ничего особого не заметили. Меня насторожили эти два события. Чего ждать от наступающей ночи? Нужно было обеспечить безопасность путешественников. Никому ничего не сказав, я незаметно вбил по периметру колыш и растянул веревку. Привязав к ней пустые жестяные банки, оставшиеся от тушенки, положив каждую по маленькому камню. И как же я правильно все сделал? После полуночи все участники похода вдруг стали выбираться из палаток и побрели в разные стороны. Спотыкаясь в веревку, они падали, банки с камнями гремели и будили их. Проснувшись, они поднимались и с испугом бежали обратно к лагерю. Утро началось с разбора ночных прогулок. «А если бы Александр не натянул веревки, как далеко бы вы зашли?» – спрашивал Буйнов у товарищей. «Но мы ведь не специально. Это каждого из нас позвал какой-то дух, воспользовавшись сонным состоянием». – оправдывалась Надежда Ильина из Санкт-Петербурга. После дебатов решили не задерживаться и приступить к изучению самой деревни и быстрее уходить из этой загадочной местности, пока ничего трагического не произошло. Вооружившись непонятными для меня инструментами и предметами, все девять исследователей вошли в деревню. Ох, и натерпелся я переживаний до вечера. Подворья, разбросанные среди леса, ничего не разглядеть, где начало поселения, а где окраина. Но то и дело, со всех сторон раздавали заклинания, окрики, вздохи и ахи, разговоры на непонятном языке. Все это разнообразие периодически сопровождалось еще более непонятными звуками. «Хоть бы все остались живы», – думал я в тот день, пытаясь понять происходящее. Вечером я два раза пересчитал собравшихся у костра, все девять человек на месте. «Предлагаю каждому рассказать результат», – предложил Иван Буйнов. К моему удивлению все молчали. «Напоминаю, открытость итогов исследований – это одно из условий участия в экспедиции», – повторил руководитель. «Наверняка я выскажу общее мнение, что увиденное трудно описать. Слишком ужасны события, происходившие в этой деревне много лет назад», – сказал Игнатий Пахомов, экстрасенс из Новосибирска. «Хорошо, давайте тезисно. А подробности будем разбирать, когда соберемся в Москве», – согласился Буйнов. И каждый по очереди стал рассказывать свою короткую историю. «Видела женщину, читающую заклинания на полной луне. Она просила лесных духов о мести», – говорила одна из экстрасенсов. «Слышал стук шаманского бубна и зловещие заклинания», – поддержал ее кто-то другой. «Был столб света, спустившийся с неба и черные силуэты», – добавил уфолог Бердник. «Все куда-то уходят, как и вчера в пламени костра», – повторила свою версию Зоя Вербицкая. «Лесная нечисть заморочила людям сознание и увела в топе», – продолжил бородатый ведун. В итоге все версии сводились к одному, что кто-то наслал на жителей дурман, и они ушли с насиженного места в таежную глушь, где и сгинули. Но экстрасенс из Пскова, Егор Гуреев, добавил, что один человек остался в деревне и мало того, что все видел, но и сейчас еще жив. «Его надо обязательно найти», – с энтузиазмом воскликнул Иван Бунов. «Он один из наших, на связь не выйдет. Если бы был простым человеком, ушел бы со всеми, а благодаря способностям смог противостоять заклятию», – ответил Егор. В итоге решили еще день посвятить исследованию и отправиться домой. Всю ночь над лагерем слышался бой бубна и летали совы. Даже мне, бывалому таежнику, было не по себе. Я так и не смог заснуть. Утром все участники экспедиции жаловались на головную боль. После короткого совещания решили больше не беспокоить духов в заколдованной деревне, а уйти подальше от гиблого места. Вернувшись из экспедиции и попрощавшись с Иваном Буйновым и его товарищами, я пошел к нашему сторожили. Дед Игнат когда-то работал в КГБ и наверняка что-то слышал о затерянной в тайге деревне. «Да ты нашел Елизавету. А я-то думал, в это гиблое место всем путь заказан. А оно вон как оказалось. Раскрывает понемногу тайга свои секреты», – сказал Игнат. Далее он рассказал, что останавливалась как-то в Елизавете геологическая экспедиция. Вернувшись в поселок после очередного маршрута, геологи увидели полностью опустевшую деревню. Вещи в домах были нетронутыми. На подворье хозяйственный инвентарь остался на своих местах, как будто им только что пользовались. На главной улице лежали два велосипеда. Дверь одного из домов была закрыта изнутри. Снаружи она никак не поддавалась. Пришлось разбить окно. И тогда выяснилось, что дверь была забрикадирована изнутри. Но хозяев не было. Приехавшие на вызов сотрудники КГБ изучили деревню. Взяли у участников экспедиции подписку о неразглашении и засекретили эти события. «С тех пор я туристов в эту деревню не вожу. От предложений исследователей паранормальных явлений отказываюсь. Даю им контакты Ивана Буйного, чтобы он им растолковал, что незачем гневить лесную нечисть». А еще как-то в телефонном разговоре Иван рассказал, что они нашли выжившего человека. Но он наотрез отказался что-либо рассказывать о тех загадочных событиях, сказав, что члены экспедиции и так слишком много узнали и дальнейшие знания могут стоить им жизни. За окном была ранняя весна. Я приготовился к летнему сезону. С каждым днем погода становилась все теплее и теплее. В один из таких дней в мою дверь постучали. Я открыл. На пороге стоял Иван Буйнов и высокий, незнакомый мне человек, одетый в длинную, допят плащ-палатку с накинутым на голову капюшоном. «Здравствуйте, Александр!» Поприветствовал меня Буйнов и без приглашения вошел в дом. Несколько опешив от внезапного появления гостей, я молча стоял и в ожидании ждал продолжения диалога. «Познакомьтесь, это Прохор, тот самый, выживший из Елизаветы!» Буйнов кивком указал на своего спутника. Прохор из-под капюшона посмотрел мне прямо в глаза. От его взгляда мне сразу стало как-то не по себе. Но я собрался с духом и протянул ему руку, представился. «Александр!» Прохор сжал мою ладонь. В этот момент я почувствовал, что меня как будто ударило током. От неожиданности я вскрикнул, резко одернув руку. «Зачем вы приехали?» Спросил я. «Не бойся, мил человек, мы к тебе ненадолго. Только переночуем и уйдем. Надеюсь, ты нас приютишь. Утром мы одни пойдем, а тебе с нами нельзя, сгинешь». Устало сказал Прохор. Мне полегчало, что гости надолго не задержатся. «Располагайтесь и отдыхайте, а я приготовлю поесть», сказал я, предлагая гостям пройти в комнату. Спустя полчаса мы собрались за столом. Прохор был уже пожилым человеком лет шестидесяти, но еще крепкого телосложения. По широким плечам и грубым рукам было видно, что он всю жизнь поработал физически. Длинные седые волосы и борода были аккуратно подстрижены, а на шее было одето небольшое ожерелье из костяных амулетов. Ели мы молча. Завершив трапезу, я поинтересовался, как поживают участники нашего похода Елизавету. Оказалось, что почти все побывавшие в деревне погибли. В живых остались лишь двое – Иван Буйнов и Егор Гуреев из Пскова. Именно он тогда и почувствовал, что один из жителей деревни – Прохор – жив. И именно эта связь и спасла его. От неожиданного известия мне сразу стало как-то не по себе, «Ведь я тоже был тогда в деревне. Так, может, скоро и мой черед?» – подумал я. «Твой черед придет, если я не вымулю прощения у духов тайги», – ответил Прохор на мой непрозвучавший вопрос. Я с удивлением посмотрел на него, а он, даже не взглянув на меня, облаготился на краешек стола и начал свой рассказ. Когда я был совсем еще мальцом, в нашей деревне, на самом краю, у самого леса, жила одна семья. Семья, как семья, но все наши местные называли их колдунами. Жили они, как и все в то время, вели хозяйство и молились таежным духом о благополучии жителей. Многие обращались к ним за советом и за помощью, когда кто-то заболеет, и они никогда не отказывали, всем помогали. Была у них дочь, красавица, звали ее Аника. Было ей тогда лет 16, но, несмотря на молодость, Аника была очень сильная колдунья. Поговаривали, что она могла превращаться в зверей и понимала их язык. Может, и придумывали все, но к ним всегда ходили только одни бабы. Я был единственным в деревне, кто не верил этим россказням, а тем более в ее чары, поэтому меня в деревне считали не от мира всего и даже посмеивались. И вот, как-то из тайги не вернулись два деревенских мужика. Ушли на охоту и пропали. А охотниками они были опытными, куда могли деться мужики, выросшие с малых лет в лесу. Но сколько их не искали, даже следов никаких не нашли. Потом пришли мужики из соседней деревни и рассказали, что видели в тайге девицу, которая превращалась то в рысь, то в волчицу. А как охотник прицелится в нее, она вновь человеком становится и рукой манит. А как опустит ружье, так сразу обернется зверем и убегает. Так и заманивает свою глушь, а потом и в болото. Им, конечно, сначала никто не поверил, но потом все решили проследить и приметили, что если они-ка дома, так охота отменная. А как уйдет, так дичи нет, да еще и с тайги обратную дорогу не найти. Собрались бабы и пошли к колдуну жаловаться. Просили, чтобы повлиял на дочь, мол, всегда мы мирно жили. Зачем же теперь охотников обижать? А мужики, не дожидаясь результатов переговоров, устроили облаву и застрелили молодую рысь. И нет, чтобы в тайге оставить, так они принесли ее к дому колдуна, как раз, когда бабы выходили. Старик, как увидел рысь, зарыдал и все повторял. А ни-ка, а ни-ка. Я тогда родителям сразу сказал, что надо уходить из деревни. Сходил к старости, уверял, что надо просить прощения у колдуна, потому что их дочь ни при чем, и что охотники не вернулись по другой причине. А в лесу много нечисти, которую эти колдуны в узде держат, но меня никто не слушал. После этого случая та семья забрала вещи и ушла. Больше их никто не видел. А я стал ожидать, когда таежные духи отомстят за Анику и их семью. И вот однажды я услышал, как над тайгой раздался зов. Это было неожиданно, без предупреждения. Все жители нашей деревни встали, побросали все, что у них было в руках и пошли на этот зов. Думая, что родители в доме, я забрикадировал окна и двери, но ошибся. Они ушли вместе со всеми. Я долго бежал за ними, дергал людей за рукава и одежду, пытался как-то остановить, но тщетно. Они шли, ничего не слыша, кроме зова и стаежной глуши. И вдруг на поляне путь не преградила волчица. Я узнал ее, это была Аника. Каждый, кто придет в деревню, погибнет, пока кто-то не вымолит прощения у духов. Сказала она и скрылась. Я вернулся, собрал вещи и уехал в СКОВ. Прохор замолчал. Теперь ты знаешь, почему экстрасенсы ночью расходились. А еще каждый из группы погиб, следуя на зов. Кто-то шагнул под поезд, кто-то под автомобиль. Сказал Буйнов. Помолчав минуту, Прохор продолжил. Вот и я решил, что жизнь прожил, как Бог дал. Пойду вымаливать прощение за всех жителей Елизаветы, ведь больше некому. А Ивана я взял с собой, потому что как не жить ему, если я прощения не вымолю? А если вернется, значит простила тайга. На следующее утро я проводил Ивана Буйнова и Прохора, дав им достаточно провизии. Ружья они брать не захотели, сказав, что Коле суждено вернуться, так тому и быть. А я стал ожидать, чем кончится их поход. Ведь получается, что и мой черед скоро, если Прохор прощения не вымолит. Я продолжал готовиться к летнему туристическому сезону и строил маршруты подальше от Елизаветы. Спустя неделю никто не вернулся. Прохор-то не заблудится. А вот если Буйнову придется в одному возвращаться, он точно обратную дорогу не найдет. Спустя еще два дня я решил все-таки пойти и поискать Ивана. И на третий день я нашел его по следам, уводящим в сторону от тропы. Он совершенно обессиленный лежал в палатке. Еще два дня пути и он бы погиб от истощения. Когда мы вернулись с ним домой и когда он пришел в себя, он рассказал мне. На четвертый день пути я услышал, как меня зовет женский голос. Он настойчиво звучал в голове, не оставляя другим мыслям ни малейшего места. Я приходил в себя, только когда Прохор брал мою руку и сжимал ладонь. На одной из полян он привязал меня к сосне и сказал, что дальше мне нельзя. «Если после моего ухода зов прекратится, значит духи простили», сказал он, отойдя на достаточное расстояние и помахал мне на прощание рукой. На краю поляны Прохор стал на колени перед огромным кедром. Из чащи вышла волчица и легла у ног. Мне показалось, что я на мгновение потерял сознание, а открыв глаза никого не увидел. Постояв еще несколько минут привязанным, я понял, что не слышу зова. Вокруг меня стояла тишина, которую периодически прерывало пение птиц. Разрезав веревку, я отправился обратно и вскоре понял, что заблудился. Иван замолчал. Спустя три дня мы попрощались. С тех пор Иван Буйнов стал самостоятельно возить в Елизавету туристов, рассказывать историю о семье колдунов, ушедших жителях и Прохори, искупившего их вину перед таежными духами. Редактор субтитров А.Семкин